Рак молочных желез В центре диспансеризации Одинцовской больницы появилась своя космическая капсула. Так пациенты называют новый аппарат флюорографии российского производства. Он помогает выявить заболевания органов дыхания. А после перенесенного ковида каждому пациенту проводят углубленные обследования. Вы можете видеть, что мы здесь находимся, мы не уходим в другую комнату, как раньше это было. Поэтому он малодозовый, соответственно лучевая нагрузка меньше на человека и на нас, соответственно, тоже. Ольга ответственно относится к своему здоровью. Проходит диспансеризацию регулярно. В новом современном центре она впервые. Это очень удобно, когда ты приходишь. Мы пришли и все кабинеты рядом. Мы сейчас пройдем и будем ждать заключения, когда можно будет подойти к терапевту. Анкетирование, антропометрия, анализ крови на холестерин и глюкозу, измерение артериального давления. По показаниям назначают дополнительное обследование. Диспансеризация позволяет не только определить состояние здоровья, но и выявить факторы риска развития серьезных заболеваний. Мы либо выявляем на ранней стадии, когда еще нет жалоб у человека заболевания эти, к ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, хронические бронхолегочные заболевания, сахарный диабет второго типа и онкология. Либо выявляем факторы риска их развития. Пройти диспансеризацию может любой гражданин России, не обязательно по месту регистрации. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Начиная с 18 лет диспансеризация проводится один раз в три года до 39 лет включительно, 40 лет ежегодно. В те годы, когда не проводится диспансеризация, проводится профилактический медицинский осмотр. Центр диспансеризации работает ежедневно с понедельника по пятницу с 8 до 20 и в субботу с 9 до 14. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.